Тысячелетие Рекламно-информационный эфир на Эхе Доброе утро, у микрофона Максим Курников, и мы начинаем эфир. У нас в гостях, сегодня в гостях, Руслан Валиев, руководитель Финамбуфи. Здравствуйте, Руслан. Доброе утро, Максим. Руслан, мы сегодня поговорим о том, когда лучше начинать инвестировать. Давайте сначала в двух словах расскажем, что на этот счет говорит наука, скажем так. Теория. Да, хочу озвучить проблему, в чем суть ее, есть ли она вообще как таковая. Значит, когда люди начинают задумываться о том, что нужно сформировать портфель долгосрочный из ценных бумаг, например, они смотрят на ситуацию по индексу, то есть на рынке в целом, и на конкретные котировки конкретных бумаг. И если видят, что они сейчас стоят относительно дорого, ну, относительно чего? Относительно в целом исторического своего графика, да, или там относительно прошлого года, или относительно кризиса предыдущего, например, то люди думают, что вот как бы пока дорого, покупать не стоит, надо подождать и выбрать более благоприятный момент. Пример. Ну вот, например, акции Сбербанка, да, на сегодняшний день они стоят там близко к историческому максимуму, и можно сказать, что никогда в истории дороже не стоили. Если с точки зрения таких инвесторов посмотреть, то нужно сделать вывод, ага, дорого, то есть покупать не будем, подождем, пока упадет. Возможно, будет кризис, акции подешевеют. Если говорить про глобальные компании, возьмем ту же корпорацию Apple, которая вчера представила новую линейку продуктов, и в этот момент акции этой компании тоже находились около отметок 163 доллара за акцию, что является, в общем-то, рекордом за многие годы. И, опять же, такой инвестор может подумать, нет, я покупать не буду, подожду, пока начнутся трудности, на фоне этих трудностей куплю и так далее. Так вот, эта точка зрения, в общем-то, она имеет право на жизнь, если мы говорим о каких-то краткосрочных, в лучшем случае среднесрочных, то есть в пределах года инвестициях. Тогда мы действительно, наверное, должны подобрать момент. Но для того, чтобы его подобрать, надо все-таки быть, наверное, хотя бы чуть-чуть специалистом. То есть нельзя лишь на эмоциях просто сравнить какой-то исторический график и принять решение. А если говорить про долгосрочные инвестиции, тогда возникает интересный казус, я бы сказал. Но этот казус на стороне нас и на стороне инвесторов. Потому что, как показывают расчеты, этот самый маркет тайминг, о котором мы заявили, то есть выбор времени, начало инвестирования, здесь, в общем-то, не работает и вовсе даже не работает. Расчеты, которые были проведены экспертами, кстати, ссылку на этот материал я вот на свою страницу в Фейсбуке сегодня выложу, кому будет интересно, посмотрите. Так вот, эксперты рассчитали, что если взять несколько 20-летних отрезков на примере американских акций, условно, 2017, 97 и так далее, минус 20 лет, и посмотреть, как бы заработал инвестор, если бы он повел себя, скажем так, в пяти разных вариантах. Первый вариант, то есть он ничего бы не делал, а просто покупал в тот момент в начале года, когда у него деньги появились. Второй вариант, инвестор бы очень тщательно выбирал этот самый момент входа. Там третий вариант, нечто золотая середина и так далее. Расчеты показали, что самый простой способ входа в ценные бумаги, когда мы не особо не ищем, не выбираем, а просто покупаем в тот момент, когда у нас появились деньги, принес, если не самый высокий, то, по крайней мере, результат на втором месте, который совсем чуть-чуть хуже результата, когда эксперт тщательно выбирал тот самый момент входа. Соответственно, все остальные, кто это делали, но делали не столь тщательно, наоборот, проиграли. Так вот, философия идеи такова, что если мы хотим инвестировать надолго от года, то есть, да, и хотим зарабатывать, понимая, что в целом ценные бумаги растут исторически, то мы можем это делать в любой момент времени, в тот момент, а именно, когда у нас появились средства и появилась решимость это сделать. То есть, даже если мы хотим покупать акции Apple, например, сегодня, и понимаем, что мы их покупаем в долгий ящик, то вот можно сделать это сегодня, а не завтра и не послезавтра, когда мы надеемся, что вдруг случится в Америке очередной обвал, который, кстати, предсказывают уже год, и он не происходит. Ну, если говорить тогда про Apple, да, вот такое событие, как презентация новой линейки их этих смартфонов, насколько повлияло или не повлияло на их стоимость акций? Традиционно рынок это, скажем так, материя, которая работает, исходя из ожиданий. Так вот, ожидания были определенными, утечки информации были, и в момент презентации обычно каких-то резких колебаний не происходит. Если только это не разочарование. Да, если только это не разочарование, если ожидания не оправданы. Вот вчера я смотрел непосредственно презентацию, следил за графиком специально, видел, что абсолютно, ну, я не знаю, на 98% ожидания были подтверждены, то есть и тот рост, который по этим акциям был до этого дня, он как бы не сменился падением. А рост он был почему? Потому что, в общем, эти ожидания были заложены. То есть корпорация оправдала их, и, соответственно, все хорошо. Теперь будет все зависеть от старта продаж, я думаю, что с этим тоже будет все в порядке, и акции будут продолжать дрожать. То есть по прогнозам будет хорошо продаваться Apple? Ну, судя по, скажем так, тем экспертам, я их так назову, там, блогерам и прочим, кто вот увлекается этой темой и анализирует, скажем, да, технические нюансы и так далее, они считают, что это одна из самых лучших презентаций с точки зрения не только того, что там это в новом месте произошло в театре Стива Джобса так называемом, а в том числе потому, что именно технически, да, и вообще вот, как еще называть, да, по потребительским свойствам продукция стала, ну, наиболее интересной и как бы вне конкуренции на сегодняшний день. Я, кстати, напомню, что мы в прямом эфире, поэтому можно задавать вопрос по СМС, плюс семь, девятьсот, двадцать семь, триста четыре, десять, пятьдесят один. Но если, опять же, говорить о том, как те или иные события влияют на рынок в целом и на конкретные акции в частности, не могу не расспросить про Банк Открытия и всем тем, что происходит. Насколько это была, опять же, вещь ожидаемая для рынка, насколько рынок это прогнозировал, можно ли было на этом, в конце концов, заработать на тех событиях, которые произошли? Ну, значит, скажем так... Или это слишком нерыночная история? Люди, посвященные в какие-то такие кулуарные вещи, связанные с поглощениями какими-то там, переходами прав собственности, они более-менее понимали, что, ну, скажем так, менеджмент ведет довольно-таки рискованную такую, я ее называл романтическую финансовую политику, да, вот, и, соответственно, ну, в нынешних, да и в любых условиях часто это приводит именно к таким последствиям. То есть банк оказался за несколько лет, в общем-то, из там седьмого десятка, насколько я помню, в лидерах, в первую десятку вошел, но не потому, что он там провел суперзамечательную маркетинговую и вообще розничную там программу выстроил хорошо, а просто зачастую поглощал другие банки за счет, скажем так, денег, не всегда своих, а эти банки зачастую даже были крупнее, чем поглощающая компания, ну, это долгая история, это вот все как бы то, что я называю романтическим финансовым таким анализом, вот, и то, что произошло, ну, к счастью, клиенты, да, по крайней мере, не пострадали, но, наверное, иначе быть не могло в нынешних условиях, поскольку уже очень был крупный банк и остался, да, поэтому здесь для других урок, для потребителей финансовой информации, опять же, информации для размышления, то есть одно дело хороший пиар и, ну, скажем, известность, другое дело все-таки сбалансированная политика. Для этого, конечно, официальный сайт не поможет, чтобы эту информацию получить той или иной компании, здесь нужно информацию собирать из финансовых таких аналитических изданий, соответственно, сопоставлять ее, и это не всегда просто. Ты как рынок все-таки это чувствовал, не чувствовал? Нет, вот если взять ту часть рынка, которая у нас отвечает за финансы, это акции у нас Сбербанка, это акции ВТБ, то есть госбанков, они у нас жили как бы своей жизнью. Сбербанк у нас продолжал расти, временами и ВТБ рос, но у этого банка больше проблем, там, в том числе, связанных с финансами, санкциями, то есть, в общем-то, там вот своя история, я бы вот, я не увидел. Ну, если, опять же, возвращаться к тому, что будет дальше с рынком и как эта ситуация влияет или не влияет, на ваш взгляд, это в целом вот такое, особенно, вмешательство государства, да, в эту ситуацию, для рынка скажется позитивно или негативно? Вот я всякий раз, конечно, сторонник, не сторонник того, чтобы государство приходило в ту сферу экономики, которая связана с услугами, финансы как раз-таки это чистой воды услуги, поэтому я не считаю, что вот долгосрочно это позитивный момент. Там вот краткосрочно для клиентов, для рынка, вот здесь и сейчас, это, наверное, плюс, как бы вот банк не рухнул, продолжает работать. Но надо как-то стараться этого избегать, я думаю, что нужно более быть внимательными вот с точки зрения контроля за тем, как ведется финансо-кредитная политика того или иного банка, насколько она рискованна. Уж сколько было лицензии отозвано за последние, там, 4 года уже, на основании того, что ЦБ обнаружил, что политика была несбалансированной, но вот, как мы видим, не везде ЦБ за этим проследил. Ну, мы помним, что буквально накануне того, что произошло с открытием, был скандал большой из-за того, что там в одной из компаний утекло это публичное пространство, там, в общем, предупреждали о том, что с банком открытие может что-то такое произойти, там, они там что-то советовали или не советовали делать. А как это у вас устроено? Вы тоже даете совет своим клиентам по тем или иным компаниям, по тем или иным банкам? Мы, если и даем рекомендации, то по покупке и продаже ценных бумаг той или иной организации, которая торгуется на бирже. А вот если говорить об обслуживании, там, такого, конечно, ни разу не было, даже близко. То есть даже вот на фоне этих событий в августе месяце, когда начались так называемые слухи, вот эта утечка информации из крупной финансовой организации, мы здесь изначально, скажем так, выработали некий скрипт, исходя из которого мы должны общаться с клиентами. Какую информацию вы даете клиентам? Мы вообще воздерживаемся от комментариев, да? Нет, по открытию я понял. А вообще, по ценным бумагам, по всему, какую информацию вы даете клиентам? Ту информацию, которая проверена. То есть как вот должны работать, скажем, журналисты, да, хорошие, так и здесь. Наша пресс-служба, она готовит специальные дайджесты, я бы сказал, да, где информация, ну, которая, она в открытых источниках находится, но просто она в этом случае аккумулирована очень правильно, и клиенту легче уже в ней сориентироваться в тот момент, когда он начинает торговать. Но, опять же, те, кто торгуют сами на бирже с помощью терминала, они и сами хорошо умеют информацию искать. А большинству клиентов эта информация не нужна, поскольку они передают деньги в управление. Но те, кто только начинает, им как раз нужна такая информация. Для них она доступна, конечно. Прямо в торговом терминале у нас есть раздел новостей, где аккумулируется именно то, что проверено и, скажем так, имеет высокую степень надежности. А как происходит контакт, ну, я не знаю, личной у вас в компании с теми, кто с помощью вас, да, вот участвует в этой всей системе на бирже? Ну, здесь разные способы коммуникации, все современные, но, как правило, личное общение никто не отменял, то есть мы общаемся, контактируем, советуемся. Когда к вам можно прийти? Мы работаем ежедневно с 10 до 8, наш офис, телефон 216-11-22. Очень удобно с нами сконтачиться, да, через сайт www.finam.ru. Это круглосуточно, можно оставить заявку, и в удобное время вам перезвонит специалист. В общем, здесь нет никаких проблем. Кстати, удобнее всего начинать взаимоотношения с посещения открытого семинара. Они у нас традиционно продолжают проводиться каждый вторник и четверг, по четвергам в том числе и днем есть с часу дня, а по вечерам у нас в 19.00. Вот этот семинар, как правило, дает возможность именно познакомиться и для себя хотя бы, если не решить, то наметки какие-то сделать, а что с этим делать дальше? А что происходит на этом семинаре? Сколько он идет? Полтора, ну, максимум два часа. Да, сначала мы заготовленную программу доносим до наших слушателей. Как правило, это понятная простая презентация, где мы не говорим о каких-то там сложных дебрях, да, и акции не продаем и не покупаем в режиме реального времени. Просто говорим, какие есть финансовые инструменты на рынке, в чем их плюсы, в чем какие-то сложности, вот, и говорим о том, как правильно все-таки выстроить свою работу, чтобы не рисковать сильно, а заработать именно столько, сколько нужно. Потому что каждые цели свои имеет. Кто-то готов рискнуть, как в казино, да, там, все поставить на черное, а кто-то все-таки предпочитает синиться в руках и заработать, ну, немного, но хотя бы больше, чем на банковском вкладе. Ну, я так понимаю, что по тому, что будет происходить с валютами, вы там тоже говорите? Мы стараемся делать прогнозы, да, конечно, анализировать, что происходит. Насколько сегодня валюта – это тот инструмент, которыми ваши клиенты, ну, вот, стараются пользоваться. На фоне последнего года, когда рынок валютный затих, популярность инструмента снизилась значительно. Я думаю, что, ну, по крайней мере, до весны следующего года, в принципе, особо не изменится ситуация. Значит, будет рынок стабильный? Да, валютный. Это какая-то хорошая новость. Давайте на ней и закончим. Я напомню, у нас в гостях был руководитель Финамо в эфире Сван Валиев. До свидания. Инвестируйте грамотно. Никакого секрета. Мы говорим все, что знаем.